Чем ближе мать, тем больше проходит мероприятий, приуроченных к 70-летию победы. Одно из таких – конкурс коллективов и вокальных ансамблей. В голосистых состязаниях бороться будут и дети, и взрослые, и профессионалы, и любители. По условиям исполнить достаточно одну песню о войне, но обязательно хором. Как распеваются конкурсанты, наблюдала Анастасия Ализаревич. Здесь производят и упаковывают почти миллион яиц в день. Миллиард в год. В яйцесортировочном цехе птицефабрики Боровская работают не только трудолюбивые, но и голосистые сотрудники. Сразу после смены они спешат не на домашние диваны, а в местный дом культуры. Песня «Победа! Победа! Победа! Пекущих на улицах в день! Победа! Победа! Победа!» Пять минут на распевку и понеслось. Ансамбль яйцесортировочного цеха спелся коллегам на зависть. Три сопрано, два тенора и три альта. Поют о Великой Победе в 45-м и верят в свою на конкурсе. За баяном заслуженный работник культуры России Владимир Костылев. Это он взялся подготовить народ на районную битву хоров. Два раза в неделю собирает рабочих птицефабрики, чтобы отчеканить текст. Дата сама, 70-летие годовщины Победы, нас воодушевляет и вдохновляет. Именно петь эти песни очень проникновенно, торжественно и празднично. Они намеренно не взяли день Победы Тухманова, которую знает вся страна. Яйцесортировщики для битвы выбрали Победу на слова малоизвестного Рутюнова. И уверены, она их прославит. Она более четко звучит, более мощно, понимаете, в ней как-то больше металла, меньше лирики. Эти ребята уже прославили Тюмень. Они заявили о себе на культурной арене в рамках Паралимпиады в Сочи прошлой весной. Детский хор «Гармония» тоже готовится к песенному конкурсу, городскому. Их выбор ни Катюша, ни Славянка. Мой отец был солдатом на музыку Чичкова. Произведение, на первый взгляд, не детское. Но станет ли песня хоровым хитом, вокалисты определяют по-своему. Зачастую ребятишки мне рассказывают, что мурашки по коже бегают. То есть они кожей чувствуют, это, душой. Вот они настолько проникаются вот этим настроением и чувствуют. И я понимаю тогда, что если бы они тоже пошли воевать, то они бы не струсили. После того, как ты исполнишь военные песни, то действительно, ты начинаешь задумываться, вспоминать своих предков, которые воевали, которые спасли нашу Родину. Сами ребята признают военные песни, их учат патриотизму. У всех воевали деды и прадеды. О том, что они их помнят и чтут память, они споют на битве хоров, которая пройдет уже 21 марта в Школе искусств «Гармония». Анастасия Резаревич, Алексей Красных, Тюменское время.